Добрый день, дорогие друзья! У нас третий урок грамматикума. Сегодня мы будем с вами знакомиться с тем, как отрицают на французском и повторим словарь и спряжение глаголов первой группы, которые были у нас темами первого и второго уроков. В французском языке отрицание необычно, оно состоит из двух частей «но» и «по», но ставится перед глаголом «по-после». Причём, если глагол начинается с гласной, то получается, что это «э» уходит, и вместо неё ставится «апо-постхов». Сейчас всё посмотрим. Вот у нас были с вами глаголы сначала, которые начинали с «согласной», был глагол «травайе», который переводится как «работать». И давайте посмотрим, как глагол спрягается в отрицании. Обратите внимание на то, что я вам говорила «но» стоит перед глаголом, а «по» сразу после него, «вит» уже после всего в самом конце. Произносим. «Je не travaille pas», «tu не travaille pas», «il не travaille pas», «elle не travaille pas». А теперь с сочетаниями. «Je ne travaille pas vite», «быстро», «tu ne travaille pas lentement», «медленно», «il ne travaille pas avec plaisir», «с удовольствием», «elle ne travaille pas pour gagner sa vie», «чтобы зарабатывать на жизнь», «nous ne travaille pas longtemps», «долго», «vous ne travaille pas un peu», «немного», «il ne travaille pas beaucoup», «много», «elle ne travaille pas sur la plage», «evera», то есть несложно. Дальше. Если глагол начинается с гласной, то везде «ne» усекается и образуется апостроф. И получается «je n'aime pas», «tu n'aime pas», «il n'aime pas», «elle n'aime pas», «nous n'aime pas», «vous n'aime pas», «il n'aime pas», «elle n'aime pas». Обратите внимание на то, что так как здесь есть «enna», «z» уже не будет. Нет у неё возможности образоваться. Посмотрим ещё один глагол. «Écouter», «слушать». «Je n'écoute pas», «tu n'écoute pas», «il n'écoute pas», «elle n'écoute pas», «nous n'écoutons pas», «vous n'écoutez pas», «il n'écoute pas», «elle n'écoute pas». Вы можете переслушать ещё несколько раз и повторять за мной, чтобы одновременно работать и над акцентом, и запоминать, как в окончании у нас произносится, скорее даже не произносится. Ещё один глагол. Я не обедаю в ресторане. Ты не обедаешь на работе. Это вы уже знаете. Она не дежурит на кантине. Мы не дежурим не долго. Вы не дежурите не часто. Она не дежурит на кантине. Она не дежурит на кантине. Повторим ещё раз. Я не дежуне паааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа-ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа дома, распорягать самостоятельно в отрицании маршер, кашер, шерчер, danser, diner, déjeuner, travailler. Глагол, который называется согласный. Сгласный écouter, habiter, éviter, utiliser. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Это все на сегодня. Будем изучать с вами в четвертом уроке глагол être.